Ребятки, всем привет! Сегодня у нас будет видео про мой день рождения. Я знаю, вам нравится смотреть влоги про нашу жизнь. Всем привет! Мы уже несколько дней готовили салаты, малаты, отмечать будем в Энгельсе, там на природе. Вообще, всю неделю была классная погода, а на Саше день рождения показывают дожди, грозы. Нам сейчас нужно придумать, как там все оборудовать для жарки шашлыка, дождливой погоды. Ну и кое-что еще сделать из еды. Вообще, организовать день рождения за пределами дома, это не так-то просто. У нас было две ходки в машину, всякие тарелки, вилки, ложки, потом музыка, колонки взяли, ноутки. И все это сейчас так потравмовали, это еще не все, нужно заехать, еще много чего купить. Сейчас нам нужно будет заехать за Марины, взять ее и поехать в Энгельс, чтобы закупиться продуктами. Я вот не знаю, как вы ходите в магазин, но я могу стоять, выбирать лимон минут 7, наверное. Я могу все перерыть в поисках идеального. Сейчас еще взяли байкал детям, хотим один детский стол, там будет пицца, роллы, сладенькое, ну и еда, там также мясо. А другой взрослый, чтобы дети отдельно там в конкурсовались, а взрослые отдельно. О, Марина. Марина, ты Лето, привет! Столько лет, столько зима. Марина, скучали все по тебе. Ой, привет. Вот. Вот такую ты возьмешь? Нет. Почему? Никогда в жизни. Она красивая. Ужас. Она индивидуальная. Страшнее, чем атомная война. А такую. Ой, вообще пипирочка с бабаечкой. Нет, чуть-чуть где сальце, чтобы она посочнее была. Вот, давайте вот этот кусочек. Сколько там будет? Вот почем свини на вашем городе? Вот у нас сейчас по акции 249 рублей за килограмм. Ну, 250. Так, нам нужно подсолнечное масло, горчицы, ямин, крошки. А, мне бы прошли. Уксус, соус, майонез. Майонез. Ну, набрали еще таких чипсов. Можно быть, оттянулась. Я обожаю это в день рождения, потому что можно наесться всякой фигни. Все едят вот это все вредное, вкусное. Ну, раз в году можно. Нет, два раза еще Новый год. Еще мой день рождения, Маринин день рождения. У нас еще 40 человек в семье, поэтому 40 раз в год, да? Все, машина просто забита продуктами. Супер, еще дали журнал. То, что бывает, когда большая семья. Просто закупиться мясом, да? Просто. Да ладно, мы с тобой, думаешь, что меньше проедаем? Мы с тобой как-то засядем, хомяки. Смотрите, мы как будто переезжаем. Марина везет самовар. Это фишка будет нашего праздника. Чай будем пить из самовара. Лена сразу нас решила накормить. Потом вот такие здесь есть плюшечки. Лена, ты каждый день печешь что-то, пирожки? Да нет, ну раз в два в неделю пеку. Вот учитесь как надо. Так, и вот супчик с фрикадельничкой. А мы как раз так есть хотели. Мы с утра вот эти сумки все собираем. Покрабовые палочки съели и побежали. У Лены здесь тоже идет ремонт. Они сделали такую пристройку. Мы вам еще не показывали. Посмотрите, пристроили такую веранду. Мы занесли все пакеты. И теперь нам будет как-то это все дело заснуть в холодильник. Мы думаем, как все охлаждать теперь. Лена, суп отпад. И сейчас Саша будет пробовать Федерико. Ну он чайный гриб называется. Ну как по вкусу. Как зеленый чай, холодный. Так, все пили, все живы. Да, я жива. В туалет не бегали. Нет, у меня слабый живот, сразу предупреждаю. Все должны знать об этом. Пахнет вином. Нет, квасом. Квасом. Он газированный. Наливаешь шампанский. Шардоне. Слушай, а вкусно? Кусно, очень вкусно. Как просекко. Это не Федерико, это просекко. Сарина, ты тоже его пьешь? Поменяли этот имидж имидж. Его фамилия. А, Федерико Просекович. Все, Просекович, это же отчество. Сейчас классная погода, выглянуло солнышко. И мы тут тоже делаем перестановочку, чтобы удобно было жарить шашлык. Вот у нас там два мангала, столики, чтобы тут быстро нарезал, что-то разделал, перемешал. И еще у нас для гостей, для детей будет такая прикольная штука летняя. Как раз для природы, для сада, огорода. Это биван. Это такой надувной диван, который надувается без насоса воздухом. Вы, наверное, уже часто его видели. Это такая популярная летняя штука сейчас в инстаграме. И мы тоже себе такой захотели. Есть 10 вариантов цветов. И мы выбрали вот такой салатовый. Мне кажется, очень яркий. Очень удобная штука в аэропорту. Там разложился. Если у тебя длительная пересадка, прям можно полежать. Та-дам! Смотрите, он какой большой. И, кстати, в сложенном состоянии вот в этой сумке он весит всего лишь полтора килограмма. Его удобно можно вот так повесить на плечо и отправиться на природу. В общем, смотрите. Нужно открыть биван и чуть-чуть набрать у него воздуха. Как-то так примерно. Потом мы его тратимем. Вот так вот. Все. Вот. Видели? Теперь он вроде не накачан, но мы его закручиваем. Вот так вот. Здесь затягиваем, затягиваем. И видите, получается, наш, собственно... Слушай, классный, как лодка надувная. И здесь вот так защёкнем. Ара-чай! Слушай, хороший цвет. Мы думали оранжевый, синий, а потом взяли зелёный. Так, смотрите, здесь есть маленький кармашек. Для телефона. И есть большой кармашек. Если, смотрите, он вздувается со временем, то можно вот так ещё раз его подтянуть, и он будет опять накачан. Он выдерживает, как написано, до 300 килограмм. Что интересно, смотрите, вы можете спать на нём лицом вниз. Видите? Здесь такая дырочка. Можно спать на нём прямо вот так. До 12 часов он держит воздух. Так что вполне хватит для любого отдыха. Ещё здесь должны быть крепления для ковышков. Вот. Вот они. Смотрите. То есть, чтобы его ветром не унесло, можно прикрепить. И никуда он не денется. Так, давайте заценим. Всегда переживаю садиться на что-то мягкое. Вдруг лопнет. Вот позор-то какой. Вот. Слушай, какой мягенький. Ой, хорошо. И ноги наверх. Знаешь, как это кровообращение улучшается. Мне нравится. Хорошая штука. Если вы тоже хотите себе такой B1, то заходите на официальный сайт b1.ru. И по промокоду ЛЕТО следующие две недели действует скидка на покупку 25%. Поэтому покупайте и наслаждайтесь оставшимся летом с комфортом на природе. Штука реально удобная. Я думаю, что на Сашин день рождения придёт 10 детей. Я думаю, будет просто очередь, чтобы здесь поваляться. Кстати, у них есть ещё такая акция. Покупая 2 или 3 бивана сразу, действует ещё дополнительная скидка за количество. Когда человек не может просто пережить то, что он... Ну, а что... Это вот здесь такое. Я когда ванну принимаю, ты тоже любишь залезть вторым рядом. Марина скажет, какая-то Камасутра у нас в огороде началась. Вообще. Кстати, почему не работает сонарик? Да, можно так телефон засунуть. Надо фонарь выключить. Удобненько. Сидишь, тебе тут телефон. Сюда можно журнал засунуть в старый карманчик. А можно в огороде ночевать под открытым небом. Ну, да. Мы решили сделать шашлык и ещё маленькие котлетки. Типа кёфте турецких. Пожарим потом. Надо будет прокрутить мясо на фарш. И сейчас Марина маринует свинину. Почему Марина? Потому что её маринад нам очень сильно нравится. Просто вообще классный. Вкуснее покупного, Марина. Ну, расскажи. Какой приправ. Какой секрет. Ну, я точно знаю. Красный перец, чёрный перец, яблочный уксус, горчица, соевый соус, соль, лук. А последний грецит? Писка. А последний ингредиент. Вот, Марина не хочет рассказывать. Приезжайте к каналу, пробуйте и догадывайтесь. Сейчас чистила яйца. Вообще, в туалет их чистила. Они так плохо чистятся. Я вообще не люблю чистить яйца. Они застревают, мне не подходит. Сейчас хотим встретиться с человеком, чтобы посмотреть гараж. Хотим приобрести гараж около нашего дома, чтобы машину ставить, когда уезжаем. И чтобы туда складывать какие-то, может, строительные инструменты, когда будем ремонт делать. Короче, хлам. Да, в общем, всё, что не нужно и нужно. Балкон-то не будет, получается, у нас. Мы балкон присоединяем к комнате, а куда-то всё надо складывать. Поэтому решили посмотреть гараж. Вот здесь хотим взять с видом на Волгу. Интересно, да, получается, гаражи с фронтальным видом на Волгу. Посмотрите, какой вид у нас будет из гаража. Я считаю, классный. Цена, конечно, здесь достаточно кусачая, но зато это просто в нескольких минутах ходьбы от нашей квартиры. В общем, гараж посмотрели, всё нормально, он в собственности. Нам понравился с ямой. Стоит полмиллиона. Это, получается, выгоднее, чем брать машиноместо. Ну, вот это парковочное место у нас под домом, потому что у нас там миллион двести стоит. Это вообще невыгодно. Тем более в гараж ты можешь поставить что хочешь, закрыть его. Дополнительное помещение, где будут храниться наши вещи. Я сейчас готовлю торт для Саши. В этом году захотела сделать что-то особенное и решила делать двухъярусный торт, семейный медовик. Сначала я испекла пять коржей большего диаметра, на тарелку и вырезала. Потом пять коржей меньшего. И сейчас приступаю к сборке. Нельзя просто меньшего наложить на большего, потому что всё пропитается и может всё перекосить. Это целое архитектурное сооружение уже. Сначала я укрепила фундамент, так сказать, первый этаж вот такими палочками. Они для шашлычков. Отрезала сколько нужно. И вот здесь вот по кругу и в центре засунула в то место, где будет у нас вот этот каркас. Теперь устанавливаем каркас. Это подложка для торта. Я купила в кондитерском магазине. Вырезала по нужному мне диаметру, чтобы лишнее не торчало. И обернула пищевой пленкой. Пищевой пленкой, чтобы бумага не контактировала с кремом. И чтобы, если всё же будет пропитываться, не прилипала к крему. И сейчас на это дело буду второй этаж помещать. Я решила пропитать торт за два дня, потому что, когда пропитываешь за два дня, он особенно нежный, вкусный. Кстати, рецепт медовика есть на канале. Я делаю. Это наш семейный рецепт. Особенный. Прям всем нравится. И чтобы пропитывалось в холодильнике, и не пропахло холодильником, я вот такие шпажки вставляю. И на них пищевую пленочку надеваю. Ну и всё. Ничего не воняет. Всё хорошо. Сейчас я вот на это основание капну тоже немножко шоколада, чтобы наши коржи просто лучше фиксировались. Никуда не уезжали. Беру такую лопатку. Вот, смотрите, они уже пропитались. Это готовый торт. Но он ещё недостаточно красивый для такого важного праздника. И теперь ничего никуда не уедет. У нас всё закреплено. И дальше, сейчас мы поужинаем, я буду всё это дело покрывать шоколадной глазурью, украшать. Я думаю, получится классно. Всё, торт готов. Смотрите, какой он получился в этом году. Достаточно тяжёлый. Завтра его нужно будет прям аккуратненько довести. Вот. Напишите в комментариях, как он вам. Это моё любимое украшение. Мне кажется, оно такое прям мужское. Красивое, стильное, ничего лишнего. И всё вкусненькое. И давайте узнаем мнение именинника насчёт этого торта. Красивый. Да, правда, нравится? Ну, да, такой двухэтажный. Первый раз ты взяла двухэтажный. Да. Ну, получилось круто, большой. Действительно, хватит на всех. А ты возьми в руку и вот сколько килограмм, как бы. О, офигеть тяжёлый. Реально, я не знаю, килограмм пить, наверное. Я не люблю, когда продукты лежат открытые в холодильнике или какие-то блюда. И сейчас, как Саша сказал, нам нужно придумать дом для торта. Коробка от кастрюли станет ему домом. И мы потом как-то пакетом, ну, этим, пищевой плёнкой всё обмотаем, чтобы ничего не пропахло. И мой странный дом, конечно. Летачий торт с ушами. Ты прям как Гауди. Ты творишь... Из отходов. Да. Мы когда начали упаковывать, Саша сказал, какая-то фигня. А я говорю, ты чё? Смотри, как круто получилось. Ты какой-то немножко пессимист, Саша. Есть такое. Офигенно вышло. Ты даже в кондитерской так круто не упакуют. Все будут в шоке от нашей коробки. Крепка, как скала. Я подготовила для Саши сюрприз. С днём рождения, Саша. Спасибо большое. На здоровье. И открой свой подарок. О, слушай, я хотела. Да. У-ху. Ирпоз. Супер. Конец-то. Ура. Давно хотела. Спасибо. На здоровье. Слушай, с удовольствием. Ура, праздник начинается. Еее. Персей, ура. Спасибо большое. На здоровье. В общем, ребята, нам не повезло. Начался дождик. Но мы что придумали? Решили натянуть такой самодельный брезент от уцепления крыши у Лены. Остался такой, можно сказать, брезент. Мы его натянули. Здесь прикрепили к трубе. Скотчем все зафиксировали, чтобы не протекало. И сейчас уже будем готовить шашлыки. Подготавливаем дрова. Здесь у нас зонтик. Здесь будем жарить шашлыки. Я надеюсь, что сам зонтик не сгорит. Достаточно высоко его поставили. Надеюсь, все нормально будет. Сейчас все подготавливаем. И сядем прямо здесь. Так что, мне кажется, получилось прикольно. И лучше, чем беседка, потому что беседка, она все равно тебя ограничивает стенами. Пожалуйста, убирай, пока не хажешь здесь. Ага. А здесь стен нет. И очень, получается, мне кажется, удобно. Мы решили все-таки убрать зонт. На всякий случай. Чтобы он не расплавился, не сгорел. В общем, несмотря на то, что дождь все еще идет, мы успешно жарим шашлыки. Мы уже первую партию попробовали. Офигенные шашлыки. Получается просто. Это вот котлеты. Да, кюрты. Кюрты, да, турецкие. О, боже, все. Да, воспоминания о Турции. Саша капает на себя. Можно тут руки помыть, кстати, очень удобно. И был прикол. Сюда вода скопилась. И стоял Сергей, мой дядя. Вот здесь вот прям. Нагнулся. Я вот так поднимаю. Не вижу, что он там стоит. И на него просто тонна воды. Хорошо, что он очень терпеливый человек. Он только отряхнулся. Да, отряхнулся. Он весь мокрый просто. В итоге поехал сейчас домой, чтобы переодеться. Самый необычный подарок, который только бывает, это самогон. Это же самогон? Это абрикосовая чача. Абрикосовая чача. Вот смотри. Это как бы армянский считается напиток. И армяне ее зовут ласково арака. Знаешь, как переводится это? Нет. Подружка. Своей липочкой. Подружка. Арака, подружка. Мы хотим понюхать араку. О, как пахнет. Алкоголь. Только аккуратно. Подружкой. Прям запах подружки. Ой, и все, можно падать. Такая прожженная подруга. Нет, такая... Короче, она 45-процентная. Если ты будешь ее фильтровать через угольный фильтр, ну, обычно вот, воду через которую пачку, новый такой фильтр, фильтруешь. Вот, два раза. Три раза отфильтруешь, будешь пахнуть только водкой. Обычной, простой водкой. А мне не надо, мне нравится запах. Да, абсолютно, да. Мне нравится запах подружки. Два раза процедить, абрикосом будет пахнуть. А уже севухой не будет. А здесь севухой пахнет. Ну, в небольших количествах севушное масло, говорят, очень полезно. Мы с Оленькой разложили роллы. Смотрите, всякие разные, на две тарелки, в разные части стола. Сейчас соевый соус. Детям заказали еще пиццу, картофель, фри. Детский стол отдельно, взрослый отдельно. У нас уже половины родственников тоже к нам плывут. Половины приехали не туда. Ну, сейчас тихонько все собираемся. Все уже готово практически. Ждем пока остальные привет и будем начинать. Да, Саша, мы тебя хотим поздравить. На кухню. Своим днем рождения. Ты очень замечательный человек. Супер умный. Вообще всегда подскажешь кучу гениальных идей, мыслей. И вообще молодец, что в этом направлении развиваешься и помогаешь другим тоже развиваться, что-то осознавать, понимать. И ты очень добрый. Также всегда и советом, и делом поможешь. Мы тебе желаем всегда оставаться таким же, какой ты есть. Сохранять свой оптимизм, пронести его через все годы твоей жизни, чтобы со светом у вас, конечно же, все было хорошо. Вы уже не раз говорили, что вообще на вашу пару можно равняться. Такая у вас гармония всегда в семье. Очень приятно этой атмосферой. И любоваться, и насыщаться, и вообще на вас смотреть. Всегда очень приятно. Поэтому мы вас поздравляем, тебя поздравляем. И желаем тебе всего самого-самого наилучшего, крепчайшего здоровья, чтобы все твои мечты и цели скорее осуществлялись. Поздравляю. Ура! Спасибо! Вот что значит Оля пришла, да? И тосты такие звонкие полились. Ну, боль, что ли? Ну, у тебя всегда... Открывай! Я обниму еще, а можно, если... Ты сейчас поймешь, почему мы тебе сразу решили подарить вот... Вот, ну, подарок. Открывай! Открывай! Так, 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 так. Какая красивая упаковка с пендериной. Да, мы нам, вот, Света подсказала, что, возможно, такой подарок тебе понравится. Ну, блин, она так и публикается вообще. Она маленькая, но она так играет. Мы ее дома затестили уже. Какая классная! Я всегда в Инстаграме смотрю, мне так нравится. Она, в Инстаграме, уже это заражено? Да, я, вот там, да, включи, его можно в телефон через блютус соединить. Детки у нас тут. Приятного аппетита всем! Кируют, кируют. Наслаждайтесь, потом будут сладости, когда это поедите. Не сейчас, а то я вас знаю. Вот такой стол у нас получился. Готовы? Свет, кто здесь, короче? Смотрите, у нас есть супер-приз. Что же, это будет интересно? Уже кто-то спер, да? Нет, он на месте. Та-дам! Ура! Супер-подарок. Пока не будем говорить, что это. Победитель его заберет. Да. На что Саша потратил свои первые заработанные деньги в интернете? Маме, братьям, вечером пришел и купил. Нет, это очень дорого, подешевле. Телевизор. Кто сказал Тор? Катя! Кто еще может сказать Тор? Той, чуток! Я желаю тебе меньше работать и больше кайфовать, как я. Чем меня? Нет! Снимай! Я считаю, снимай! Ну, меня же не снимай! И сейчас все мы идем поздравлять Сашу. Он в огороде. Вот это, наверное, надо зажечь уже прямо на выходе. А это что, взрывчак-то? Да, типа того, мы ее на крыльце сейчас зажнем. И надо свет там выключить. Поздравляем, Людмила! А теперь загадай свое самое заветное, самое секретное желание. И как следует... Раз, два, три! У-у-у! 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 С днём рожденья! С днём рожденья! С днём рожденья! У-у-у! 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 У-у-у!